всем привет меня зовут федор васильев мы продолжаем сам изучать систему джекасса урок номер 23 то есть мы оформляем сейчас заказ и вот этот статус у нас пока не меняется давайте перейдем в админку нашего сайта перейдем компоненты джекасса дальше мы перейдем заказы статус и заказов кликаем и здесь у нас пока ничего нет мы нажимаем создать наименование статуса здесь может быть какой-то произвольный текст первый статус будет в ожидании подтверждения оплаты дальше настройки классификация статуса и здесь списке выбираем обрабатывается то есть у нас всего может быть три статуса выбираем обрабатываться здесь можно выбрать произвольный цвет статуса я возьму там желтый email покупателю то есть когда человек нажимает отправить заказ вы ниже можете выбрать email покупателю это те мэйлы письма которые мы с вами уже создавали то есть при изменении статуса заказа то есть в админке мы будем менять автоматически будет отправляться письмо о смене статуса да то есть email покупателю заказ изменен выбираем то есть если вы шаблоны не создавали у вас здесь ничего не будет вот этих вот выбора заказ изменен ниже email администратору выбираем заказ изменен админ но это будет сообщение отосланно администратор магазина описание можете что-то написать и в принципе нажимаем сохранить и закрыть первый статус у нас готов сразу присвоен иконочка создаем следующий статус заказ отменен то есть человек каким-то обстоятельством в последний момент решил не совершать покупку в таком случае здесь мы выбираем не проведен цвет можно взять опасный красный email покупателю заказ изменен email администратору заказ изменен админ описание сохранить и создать и последний статус оплата принята то есть человек уже оплатил и после этого мы мы меняем статус для данного товара в нашем магазине классификация статуса успешно проведен цвет можно взять зеленый email покупателю заказ изменен email администратору заказ изменен админ и описание сохранить закрыть три статуса у нас готовы то есть оплата принята видите иконочка сразу зеленая красный крестик не проведен и обрабатывается проверим как работает статус с фронтальной части сайта перейдем платежи заказы вот наши все заказы например вот этот товар да давайте чтобы не путаться я все выделю удалю чтобы не было заказов перейдем снова на главную перейду в какой-то товар нажму в корзину оформить заказ нажимаю вперед 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 отправить заказ переходим в админку обновляем страницу на вкладке платежи заказа у нас появился новый заказ мы можем кликнуть по заказу посмотреть что за заказ нажать изменить допустим человек то есть совершил заказ и мы сразу можем выбрать статус заказа здесь в ожидании подтверждения оплаты и нажать сохранить закроем сразу вот здесь вот статус вы видите меняется на желтый цвет который мы выбирали он показан здесь на странице фронтальной части сайта результат заказа человек может нажать на кнопку обновить статус и увидеть здесь смену текста и иконки в ожидании подтверждения оплаты ваш заказ все еще находится в ожидании подтверждения оплаты то есть человек мог оплатить но например средства там через банк с задержкой идут вот такой статус выставляем например оплата принята также мы можем зайти в товар деньги поступили мы выбираем успешно проведем сохранить закрыть здесь сразу статус меняется и здесь будет по сути статистика да если вы удалять не будете заказа они здесь все будут видны если вдруг вам придется сюда обратиться то есть посмотреть когда были заказы то есть тут все отмечается дата и так далее не считая статистики на главной странице да где более детальная статистика идет также человек ждет когда оплата пройдет периодически будет нажимать на кнопку обновить статус вот но не обязательно он это будет делать он может созвониться но это вот такая опция есть и я ее должен был объяснить чтобы вы знали как это работает вот видите галочка теперь стоит заказ успешно проведен заказ сформирован и был успешно обработан и соответственно сразу после смены статуса отправляются письма которые мы с вами выбрали как администратору так и покупателю ну как я уже говорил если мы находимся на локальном хостинге мы не увидим письма только это сможем проверить на хостинге если перейдем на главную страницу джекаса здесь также внизу вы можете видеть ваш заказ вот он который мы только что обработали успешно проведенный также прямо отсюда вы сможете перейти по ссылке в сам заказ на этом я данный урок заканчиваю если для вас он был интересен и полезен поддержите меня лайком и подпиской на канал также подписывайтесь на мою группу вконтакте ссылка будет в описании под этим видео на этом я с вами прощаюсь и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla не важно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый КМС 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостинг вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция 3 месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45% а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»